Вы смотрите новости МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Поскользнулся, упал и сломал остановку. Так оправдывается за свой поступок перед полицейскими уличный хулиган. Всего с начала года в Петропавловске зарегистрировано более 30 фактов повреждения остановочных павильонов, уличных фонарей и рекламных щитов. Стражи порядка напоминают об ответственности за такие правонарушения. Подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Более 12 тысяч тенге. Такой штраф придется заплатить 44-летнему жителю Петропавловска. Кроме того, по решению суда он будет за свой счет восстанавливать остановочный павильон, который сломал в центре города. Слоумышленника задержали в тот же день. По данному факту полицейские собрали административный материал и передали в суд. Я понимаю, что все делается для красоты города. Я и не отрицаю свою вину в этом. Да, виноват. Но я не специально сломал эту остановку. Просто я поскользнулся и признаю свою вину. В социальных сетях обсуждали вандалов, разбивших билборд по улице Жамбыла. Также на прошлой неделе полицейские задержали горожанина, который повредил смарт-скамейку на центральной улице Петропавловска. Такие действия расцениваются как мелкое хулиганство. Штраф в размере 5-месячных расчетных показателей. Я прошу граждан города Петропавловска, будь осторожны с этими стеклянными остановками, будь внимательными. Если кто-нибудь сломает эти стеклянные остановки, чтобы незамедлительно звонили 102. Полицейские отмечают, за повреждение таких сооружений можно понести и уголовную ответственность. По 13 фактам повреждения остановок, где сумма ущерба достигает полумиллиона тенге, проводятся досудебные расследования по статье «Хулиганство». Кристина Горбаченко при содействии пресс-службы Департамента полиции Североказахстанской области. Продолжение следует...